Здравствуйте дорогие друзья, снова с вами Дед Щукарь, мы приветствуем всех рыболовов, начинающих рыболовов и вообще не рыболовов, разницы абсолютно нет, мы люди дружелюбные. В нашем магазине мы всегда рады поделиться с вами наблюдениями над особенностями, связанными с разными рыболовными товарами. Я бывал в разнообразных магазинах разных городов, на выставках и часто замечаю, что в большинстве магазинов продавцы-консультанты, либо по неопытности, либо просто потому, что им все равно, опускают некоторые важные моменты по тем или иным товарам. У нас так не принято, мы привыкли говорить вам правду и если человек интересуется конкретными характеристиками, не теми, которые заявлены, а теми, которые на самом деле, мы всегда рады этим поделиться. Это касается абсолютно всего. Существует множество важных мелочей, которые, казалось бы, не играют никакой роли и ни на что не влияют, пока мисс ты не начинаешь в них вникать. А потом, когда в них ты понимаешь, что, оказывается, это все было очень просто. В сезон зимней рыбалки очень большую роль играет диаметр лески, толщина ее. И не только зимней рыбалки, в летней рыбалке это тоже отражается, но не так критично. Множество производителей предлагают нам абсолютно разные модели лесок, в разных размотках, цветах, диаметрах, разные материалы производства. Но что мы о них знаем? Мы знаем то, что нам пишет производитель на упаковке. Что мы видим? Леска диаметром 0,12 мм, с разрывом 2,3 кг. Для зимней рыбалки эти 0,12 мм играют большую роль. На что нужно обратить внимание? Разрывная нагрузка 2,3 кг. Это неправда. Это неправда. Неправда не в разрывной нагрузке, она действительно 2,3 кг. Но в другом магазине вам скажут, смотри, какая крепкая леска у нас. Отлично, все хорошо. Я же так не могу, я вам всегда объясню то, что она держит 2,3 кг, но это не леска 0,12. Очень часто все производители, практически кроме японских и американских, занижают сечение. Я лично для того, чтобы рыбачить не дорогой, не японской леской, но в сечении 0,10 мм, покупаю леску с заявленным сечением 0,08. Почему в зимней рыбалке используется максимально тонкая леска? Это имеет очень большое значение. Мормышки, в большинстве это именно они, для балансиров, блесен и тому подобного используются более толстые лески. И чем толще леска, тем на большой глубине, да и не только на большой глубине, хуже игра мормышки, ввиду того, что она очень легенькая. И давление воды на нее приходится достаточно большое. И вот эти вот 2 микрона, 0,02 мм, зачастую играют решающую роль на количестве поклевок. Есть еще одна очень полезная штука. Помимо лески, рыбаки часто используют флюрокарбон. Флюрокарбон. В чем характерная особенность флюрокарбона? Большинство говорят, якобы он невидим в воде. Неправда, он видим в воде, но относительно обычной лески, степень его незаметности увеличивается в разы. Ввиду того, что он не из нейлона, а из фторуглерона. И преломление солнечных лучей в воде очень близко к самой воде. Поэтому рыба его замечает меньше, но основная особенность не в этом. Основная особенность заключается еще в том, что он более абразивоустойчив. Царапины, об ракушки, об камни и тому подобное. В плане ловли щуки используется толстый флюрокарбон. Она его не может срезать, хотя леску в таком же сечении она с легкостью срезает. На что нужно обращать внимание при выборе флюрокарбона? Тут сечение уже указывается более-менее достоверно. Но, первое, обращайте внимание на цену. Если вам предлагают дешевый флюрокарбон, сомневайтесь. Если же речь идет о флюрокарбоне именитых фирм, японских, английских или американских, таких как Sunline, Daivac, Limax, Fox, то тут, конечно, во-первых, не может быть сомнений. Эти фирмы действительно дают достоверную информацию. Во-вторых, никто вам проверять его привычным способом не даст, потому что он дорогой. Но, если же вы выбираете бюджетный флюрокарбон, проверяйте. Обязательно проверяйте. Это сделать очень просто. Есть обычная леска, которую иногда, кстати, продают под видом флюрокарбона непонимающему рыбаку. Есть действительно флюрокарбон. Проверить это очень легко. И если же при выборе бюджетного флюрокарбона вам не позволяют сделать такой тест, сомневайтесь. Обычная леска. Обычная леска – это обычный нейлон, полиэтилен и тому подобное. Если ее поджечь, она горит, как фитилек. И остается кусочек пластмасски, непонятный, расплавленный целлофановый пакет. Когда же мы берем в руки флюрокарбон и ту же самую зажигалку, он горит ровно до тех пор, пока вы держите его над огнем. Как только мы убираем огонь, он гореть перестает, потому как углерод гореть не может в принципе. Естественно, такие мелочи и нюансы связаны не только с лесками и флюрокарбонами. Мы всегда готовы рассказать вам правду и поделиться своими наблюдениями и опытом. В общем, приходите, спрашивайте, интересуйтесь, всегда поделимся, всегда посоветуем. И помните, с дедом щукарем 100% улов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!